Врачи спидцентра предупреждают, каждый день в Бурятии два человека заражаются вирусом иммунодефицита человека или попросту ВИЧ. Мы решили узнать, что же знают горожане об этом заболевании и как оберегают себя от заражения. Нужно соблюдать лечение, которое назначил врач, принимать нужные таблетки, посещать врача. И нужно не забывать и не забивать на эту болезнь и стараться вести здоровый образ жизни по возможности. Если бы я узнал, что у меня положительный ВИЧ-статус, я бы просто словами не передать. Это крах вообще. Это реально страшная болезнь. Крахом положительный ВИЧ-статус стал и для нашей героини. Шесть лет назад она узнала, что в ее крови вирус. В 2013 году, когда ко мне приехали врачи с центра и сказали, что мой муж, сдав анализы, является положительным. Так как у меня была беременность, получается, что я родила ребенка, я ее кормила грудью. И получается, нам было уже шесть месяцев, и нас повезли на анализ. Конечно же, уже было поздно, и что у меня, и что у дочки положительный статус. Именно из-за ее случая теперь все мужчины в Бурятии на стадии планирования ребенка обязаны сдавать анализ на ВИЧ. Так как муж не принял этот диагноз, и его мать, боясь огласки, она отговорила его пить терапию, в общем. И человек отказался пить терапию. Ну, впоследствии, конечно же, он умер. Но девушку это не сломало. Вместе с ребенком они каждый месяц проходят обследование, и каждые 12 часов пьют лекарства. Болезни она уже не боится. Сейчас реагируют все нормально. То есть это вполне нормально для человека. И мы как бы и живем полноценно, и благодаря центру мы получаем все лекарства, которые следуют. Самое главное, чтобы люди поняли, что терапия очень важна. Как утверждают врачи спеццентра, при правильном лечении и профилактике развитие вируса в крови можно остановить. Есть даже такие комбинации, которые нужно принимать, допустим, не каждые 12 часов, а один раз в день. Ну, там по показаниям мы назначаем. Более того, сейчас идут исследования, и со следующего года в России будет разрешен препарат, который можно в виде инъекции применять один раз в месяц. Но, несмотря на это, есть и ВИЧ-диссиденты. Те, кто отрицают существование болезни и отказываются от лечения. Как, например, муж нашей героини. И как раз в канун Всемирного дня борьбы со СПИДом Минздрав предложил поправки в федеральный закон о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции. Суть в ограничении ВИЧ-диссидентства. Ведь, по утверждению медиков, ВИЧ – это не миф. И чем чаще люди будут сдавать анализы, тем быстрее можно искоренить болезнь.